С начала пандемии в регионе зафиксировано почти полторы тысячи случаев поражения детей ковидом. Правда, болеют они в 12 раз, реже, чем взрослые. Но это не значит, что легко. Поражение легких у малышей и подростков порой достигает 75%. Под удар попало и детская центральная нервная система, рассказали специалисты Минздрава. Поражение центральной нервной системы может встречаться до 30% случаев. У нас прошел пока в край один ребенок с тяжелым поражением центральной нервной системы. Поэтому я и говорю, мы думали, что мы одни из первых, но мы были уже третьими в России, кто имели вот такие формы. Всего 1% детей переносит коронавирус тяжело, остальные болеют в легкой форме или бессимптомно. Тяжелый вирус с высокой температурой обрушивается, как правило, на подростков и детей с сопутствующими заболеваниями – диабетом, ожирением, пороком сердца. Средних и тяжелых лечат на базе 11-й горбольницы. Сейчас там 27 детей. Трое в реанимации получают кислород. За все время 47 детей по нашей поликлинике перенесли ковидную пневмонию. И на сегодняшний день 8 человек, которые с клиникой находятся дома. Из них 3 человека с пневмонией после выписки из стационара. На сегодняшний день под наблюдением у нас 341 ребенок, положительных детей у нас 147. Диарея, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сыпь, красные пятна, отеки – симптомы, отличающие детский ковид. А с недавнего времени добавился новый. Это вот ковидные пальцы. Вот изменения, родители говорят что-то, пальчики какие-то отечные, и изменился цвет. И вот стали на это обращать внимание, и даже в литературе тоже смотрим ежедневно что-то, и свой термин существуют – ковидные пальцы. Это как при отморожении вот такие, то есть разный цвет. Заражение детей, как правило, проходит не в детском саду и даже не в школе, а внутри семьи. Если раньше малыши заражали взрослых, то теперь ситуация в корне изменилась. Инфекцию в дом приносят именно взрослые. К слову, эксперты заверяют, что детей с подозрением на пневмонию обследуют вовремя. Им не приходится, в отличие от взрослых, сутками ждать помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.